Самая дорогая хотелка? Сникер или жвачку. Сколько пачек сигарет ты мог перекинуть за один раз? Семь, а может и больше. Тебе когда-нибудь было за что-то стыдно? Блин, мне сейчас так стыдно. Говноед? Говноед. Привет, друзья, на связи НАП с вами Александр Александрович. И сегодня у нас в гостях основатель Национальной ассоциации аукционных брокеров Давид Рязаев. Привет, Давид. Привет, Саша, привет. Сразу же с места в карьер. Общение, вернее, знакомство с человеком в 21 веке начинается с его соцсетей. Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук и прочее. Твой инстаграм, твои сторис – это пачки денег, дорогие заведения, машины. Сразу же создается впечатление, что ты мажор. Ты ребенок богатых родителей? Слушай, ну, во-первых, я не скажу, что у меня в соцсетях пачки денег и так далее. Как бы это деньги там совершенных сделок и так далее. А что, отвечая на твой вопрос, нет, абсолютно нет. У меня вполне простые родители. Ну, мама занималась предпринимательской деятельностью. Но из разряда олигархов в семье у нас никого не было. Ты родом из Измаила. Это город на границе с Румынией. В принципе, там основной стартап в этом городе – это контрабанда сигарет и алкоголя. Так вот, скажи, сколько пачек сигарет ты мог перекинуть за один раз? Да, я с города Измаила. Измаил, всем привет, всем друзьям привет, кто смотрит с Измаила. Измаил, на самом деле, такой уникальный городок, небольшой. Возле Измаила течет река Дунай, и реально через другой берег уже граница с Румынией. То есть по-хорошему можно было загружать лодку и сигареты перевозить. Но ничем таким я не занимался. Экологичный бизнес, экологичный был с самого начала я. Хорошо, этим не занимался. Скажи, тернистый путь Давида Резаева. С чего ты начинал твоя первая работа и до основателя Национальной ассоциации аукционных брокеров? Сколько у тебя было работ? Вкратце расскажи, а потом подробнее остановимся. Слушай, ну, если брать время, когда я закончил техникум, а я закончил измаильский техникум механизации, электрификации, вообще по специальности электрик. Вот, я начал работать во время учебы в техникуме, подрабатывал на стройке. Потом я работал в сотовой компании, кто называется Киевстар. Мы устанавливали в вышке мобильной связи, тоже такая романтическая была работа, было прикольно. В декабре, зимой в минус 25. Ты лазил на вышке? Да, да, на высоте 60 метров, на одном страховочном поясе крутить вот эти антенны дорогостоящие. И нельзя было в перчатках, все с голыми руками. Вот, это потом, у меня, я занимался своим бизнесом небольшим, нет, до бизнеса я работал в Фокстрот. Это магазин бытовой техники, аналог Эльдорадо, и там я дослужился от продавца до директора магазина. И я в свои 22 года, на самом деле, поставил рекорд по сети Фокстрот. Я был самый молодой, сначала заместитель руководителя магазина, а потом в 23 года самый молодой директор магазина. После Фокстрота занимал, уволился, потому что там кризис ударил, компанию перепродали. Это были, это были 2009 год. В 2009 году я ушел с Фокстрота и начал заниматься своим бизнесом, занимался со своим товарищем с Измаилом, с Романом, инструментами. Поставка инструментов оптом, любой вид инструмента, ручной, пневматический, электро, поставляли мы в торговые точки. Тоже был очень крутой бизнес, кстати, с нуля мы начинали. И через год я принял решение поехать в Петербург, в Санкт-Петербург. Мне мой друг, один из поставщиков, который был, предложил возглавить одно направление их компании в Петербурге. И я на самом деле, недолго думая, я принял это решение и поехал в Петербург, там работал на наемной работе. Это какой год был, когда ты приехал в Питер? Это я в Питер приехал в 2012 году в марте, в конце марта 2012 года. Вот, работал в компании Novotec Electro называется. Проработал я там два с половиной года, дослужился от менеджера до соучредителя одного из направлений. Вот, потом я понял, что, ну не мое это. Вот, и после того, как мы с супругой сыграли свадьбу, это было в 2014 году, я принял для себя четкое решение, что нужно уходить в свое дело, чтобы я именно сам создавал что-то с нуля. Вот, и тогда родился проект по видеонаблюдению. Я сначала занимался видеонаблюдением, устанавливали мы видеокамеры, домофоны и так далее, и так далее, и так далее. Вот, но все равно чего-то вот не хватало. Это был твой бизнес, ты с партнером был или сам? Этот бизнес, я, так, мне в определенный момент, мой товарищ говорит, что вот у меня есть фирма по видеонаблюдению, меня она не зажигает, я в принципе готов тебе ее продать. Вот, а там была бы хорошо настроенная реклама, поставщики, бригады монтажные, то есть, ну такая готовая бизнес-модель была, как бы, бери и зарабатывай. Вот, я говорю, мне это интересно, буду заниматься, позанимавшись год-полтора этим, я понял, что данный бизнес меня не вставляет, вот, он не масштабный, я уже понял, что мне нужно что-то такое масштабное. И вот, после бизнеса с видеонаблюдением, я пришел как раз-таки в аукционы по банкротству. Я давно, когда занимался видеонаблюдением еще, я знал, что есть такие аукционы, на которых продается дешево автомобили, квартиры, вот, а мне по моей, так скажем, детской душе, нравится покупать все дешево. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Вот, и я начал изучать эту сферу, начал копать, изучать, и я себе тут поставил цель, что дойду до результата. У тебя есть опыт открытия бизнеса, открытие бизнеса с нуля, либо не с нуля, либо продолжение и прочее. Мы хотели бы узнать, то есть подписчики, опять же, интересуются, конкретно, какие ты выделил для себя ошибки при открытии бизнеса? Вот, допустим, если тебе сейчас ты стартуешь с кем-то бизнес, либо сам, какие ошибки ты ни в коем случае не допустишь, которые у тебя вот были в начале, которые через что-то прошел? Я понял. Ну, я бы сначала протестировал каждую идею. Ошибка многих предпринимателей, что у них появилась идея, и все, они думают, что это вот нужно людям, все просто нужно. Моя идея самая лучшая. А конкретно твои ошибки? Конкретно мои. Я бы сначала нишу протестировал, да, то есть я узнал бы, нужен ли мой продукт тому или иному человеку. По факту, что такое бизнес? Это решение любой проблемы, боли клиента за его деньги. Так? Так. Вот. И нужно узнать, нужна ли эта услуга кому-то. И по-любому. Тут нужен качественный продукт. Нужно организовать хорошо рекламу. То есть это также ошибка многих предпринимателей моя. В том числе я не думал о каналах рекламы. У тебя была ошибка завышенное ожидание спроса на конкретно твою услугу, либо товар, и ошибка в рекламе. Правильно? Да, 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 да. Вот. И я мало уделял время сервису, потому что я хотел все делать сам. Понимаешь? Я был и директор, и грузчик, и менеджер, и то, и это. Нет. Так не должно быть. То есть если ты принимаешь решение создавать какой-то бизнес, у тебя должно как минимум быть на процентов 80 все готово. Команда, продукт, бизнес-процессы, сам сервис. Потому что тебя оценивают по сервису, по услуге и так далее. Я тогда об этом не думал. То есть у меня была первая мысль заработать деньги. Должно мыслить с точностью, да, наоборот. То есть деньги на самом деле, если ты хочешь получать, это последнее. Ты сначала должен качественно предоставить услугу. Вот, к сожалению, это я тогда не понимал. И это была ошибка фатальная, но, наверное, в двух моих бизнесах. То есть как-то так я приходилось их закрывать. Вот, и у нас в компании сейчас многое уделяется сервису, продукту. И я смотрю, кто у нас работает в команде. Если я понимаю, что это не командный игрок, а не наш игрок, то есть мы с ним просто прощаемся. У тебя есть опыт, был и есть опыт партнерских отношений. То есть ты работал с партнерами. Тебя когда-нибудь кидали твои партнеры? Так, нет, нет, нет. Меня точно никто не кидал. Я имею в виду на большие деньги. Но у нас были, знаешь, вот какие-то такие, наверное, недоговоренности. Не было такой открытости. Я сам по себе человек открытый. Вот, и то же самое хочу, чтобы было у моего партнера. Да, то есть, и если вижу, что он закрытый, то я его начинаю вот как-то открывать там и так далее. Всегда в всех своих бизнесах я всегда вел себя экологично со всеми партнерами. Потому что для меня это показатель, ну это, во-первых, человечно, порядочно. Вот, и я чувствую, что я себя буду вести правильно. И не буду себя чувствовать там через месяц, два, три каким-то там говноедом, что я сделала это плохо. Вот, я всегда старался вести со всеми партнерами экологично. Экологично. Третий раз интервью. Объясни, что ты вкладываешь в это понятие? Что оно значит для тебя? Смотри, в это понятие я вкладываю порядочность, честность, доверительные отношения. Что та компания, которая транслирует экологичность, у нее все круто, все отлично. Начиная от продукта, заканчивая командой. И не стыдно вот этот экологичный продукт выводить на рынок. Вот, как-то так. Любые партнерские отношения имеют дату начала и дату завершения. Со второй всегда сложнее. У тебя есть опыт завершения отношений с партнерами и как вы расстались? Да, я помню как минимум троих партнеров, с которыми мы заканчивали свои взаимодоношения. Вот, я старался по максимуму договориться, решить, сгладить. Так что у меня основой был принцип, когда мы с партнерами расходились, чтобы расходились как минимум на дружеских началах. То есть это было в приоритете для меня. Если где-то нужно было взять на себя какую-то чуть большую долговую, долговые обязательства, я это делал. Какими качествами не должен обладать человек, чтобы ты с ним начал совместный бизнес? Что ты ни в коем случае не приемлишь в будущем своем партнере? Во-первых, если я узнаю, что он до этого вел себя как-то, скажем так, неэкологично, обманывал людей, подставлял. То есть это вот такой самый первый основной фактор, с которым я не буду работать. И мы должны, естественно, с моим партнером совпадать по каким-то ценностям. То есть если, допустим, я люблю послушать рок, а он любит какую-то симфонию, или я люблю активный отдых, а он любит какой-то другой. То есть, ну, понял, о чем говорю. То есть должны как-то совпадать по баральным ценностям. Как-то так, чтобы было интересно друг с другом общаться, чтобы темы были для общения. Помимо работы еще, чтобы был общий досуг и общий интерес. Конечно, конечно. И партнер обязательно должен меня чем-то добавлять, допустим, если я разбираюсь в маркетинге, то он должен разбираться в других вопросах, которых я, допустим, не знаю, юридические составляющие или бухгалтерские составляющие. Взаимодополнение. Да, да, да. То есть это именно как раз таки будет очень крутое партнерство. Сейчас ты подготавливаешь экспертов, аукционных брокеров. Скажи, где ты сам этому учился? Я на самом деле учился этому. Учился в одной компании. Вот. Как мне казалось, что это была крутая компания. На самом деле, когда я там отучился, было больше вопросов, чем ответов. Вот. И мне приходилось додумывать все самому. То есть вот этот весь практический опыт нужно было получать самому. То есть да, они дали крутую теорию. Там, если оценивать там по десятибалльной шкале, на семерочку бы я оценил. А вот весь практический путь я открывал все сам методом проб и ошибок. Образование твое. Скажи, пожалуйста, на данный момент ты чувствуешь необходимость пополнить знания в чем-то? Возможно, это репетитор курсы. Возможно, это высшее учебное заведение. Вот что сейчас, на данный момент становления Давида Рязаева, как успешного человека, ты чувствуешь необходимость пополнить знания. В какой сфере? Да, я понял твой вопрос. Ну, скажу так. У меня нет высшего образования. У меня солидное техническое образование. То есть я вообще по специальности техник, электрик, автоматизатор. На секундочку. Да. Ну, я всегда хотел быть в бизнесе, быть предпринимателем и так далее. И я бы, если бы пошел куда-то учиться, я, в принципе, что и делаю постоянно, да, то есть я люблю учиться. Самообразование. Да, да, да. Вот я, допустим, сейчас учусь финансовому планированию. В планах там пройти еще НЛП курс. Вот. Ну, все, что направлено на вот создание там масштабного бизнеса, вот мне все это вот интересно узнавать. Как ты лучше воспринимаешь информацию? Это вебинары, это аудиокурсы, это репетитор, это преподаватели. Вот как сейчас ты это делаешь? Ну, я за то, чтобы обучаться в онлайне. Вот. Чтобы никуда там ездить, сидеть там по 12 часов. Обучаться в онлайне, когда есть возможность быстро схватывать вот это все. Вот. Я вообще вижу в будущем именно только онлайн образование. Это, считай, это реально будущий тренд онлайн образования. Я учусь, я буду учиться. Вот. И как-то так. Твоя цитата. В данной сфере у нас нет конкурентов. Вы единственные на рынке или вы настолько хороши? Ну, давай так. Мы когда заходили в этот рынок, с нас смеялись все. Ну, вот все смеялись, да. Типа, куда вы лезете? Есть там те-то, те-то, те-то и те-то. Я просто видел, они все обучают. У них дальше тренинговое направление, они никуда не идут. А у нас была задача, как раз таки, через обучение найти себе партнеров. Мы хотим покупать дешевые лоты. Мы это и делаем. Вот. И, собственно, мы взяли тем, что мы практики. Да. И я сейчас считаю, что масштабно данным бизнесом, именно с точки зрения практики, занимаемся только мы. И мы лидеры. Вот. И на ближайший год, два, три, мы просто будем данный рынок отвоевывать. Мы будем с данного рынка убирать дилетантов. Вот такая у нас плана, такая у нас цель. На АП через пять лет. Как ты его видишь? На АП через пять лет это большая партнерская сеть. Это инвестиционная площадка. Вот. Это компания номер один, которая будет на рынке Российской Федерации выкупать ликвидное имущество. Если кому-то надо ликвидное имущество, это синоним на АП. Вот как-то я вот так вижу. Вернемся в сегодняшний день и поговорим про деньги. Давай. Мой заработок за последний месяц и с чего он складывается? Мой заработок? Хороший вопрос. Других не держим. На самом деле я вынимаю из бизнеса столько, сколько мне нужно. Это абстрактно. Давай по цифрам. Всем же интересно. Все здесь за этим. Да. Мы с Павлом можем вынимать больше, но мы сейчас очень много денег вкладываем в развитие. Вот. Ну и в среднем мы берем из бизнеса, ну давай так, от 500 до миллиона. Как-то вот в этом промежутке мы себе пока зареклись брать вот такой вот заработок. Все остальное вы вкладываете в развитие непосредственно на АП? Да. Обязательно. Обязательно. Если мы не будем вкладывать в развитие, мы далеко не уйдем. Вернемся к тебе как непосредственно практику. Да. А самый большой заработок, когда ты активно участвовал в аукционах? Миллион двести. Я помню, мы с одной сделки заработали. Это вот с одной сделки. И помню, с двух лотов полтора миллиона рублей. С фоккал со скоплетой. А? С фоккал со скоплетой. Ну, у нас есть такое, да. Конечно, конечно, есть, да. Вот. Я помню, с этих двух сделок я купил себе, в принципе, автомобиль. Вот. Это было круто. Давай. Кулкейс от Давида Резаева. Либо твой, либо чей-то, то есть, ну, который связан с аукционами по банкротству. То есть, вот, мегаинтересный. Ну, окей. Давай я сначала назову самый маржинальный кейс, да. Давай, я не буду сейчас за свои кейсы. Мне интересно рассказывать за кейсы тех людей, которых я обучил и которые заработали. Евгений Лесков, Дмитрий Бондаренко сделали у нас в Наабе, в сообществе с одной сделки на оказание услуг. Заработали миллион девятьсот. Это круто. Миллион девятьсот за одной сделки на оказание услуг. Ребята красавчики, ребята молодцы. Только у нас обучились и сразу через два-три месяца закрыли вот такой крупный лот. Я помню, как они мне скидывали в WhatsApp фотографию, там, где на тарелке лежит миллион девятьсот. Честно, был искренне рад за ребят. Это вот такой самый прибыльный кейс для наших партнеров. Из личных, да. Ну, на самом деле, было очень много интересных. И покупали и Камазы. Интересно было на Камазах покататься. Инкассаторские автомобили пачками покупали, то есть вдоволь тоже накатались. На самом деле, на аукционах по банкротству много интересных лотов. У меня есть к тебе личный вопрос, и он очень важный, в принципе, не только для меня, но и для многих людей, которые нас смотрят. Потому что это им очень сильно поможет в жизни. У тебя есть определенные особенности речи. Но, несмотря на это, ты преподаешь, ты ведешь, ты не боишься общения, ты даешь интервью. И это просто мега респект и мега большая уважуха. Я просто хочу, чтобы ты смотивировал людей, у которых похожие особенности речи, которым это мешает жить, они закрыты, и они не могут нормально из-за этого жить и общаться. Да, кстати, очень хороший вопрос. Спасибо. Да, у меня есть дефект речи, я заикаюсь. Но, на самом деле, я одно время парился очень. Я помню, мне как-то раз отказали в работе из-за того, что у меня был дефект речи. И я вот просто эту ситуацию отпустил. И просто как-то себя перенастроил. И вот каждый минус у тебя нужно превращать в плюс. И я отдал себе указание, что если будет какая-то еще раз такая ситуация, я просто буду ее принимать искренне и действовать дальше. Ну, просто нужно отпустить это все. Давид Резаев, друзья. Мужик с большой буквы. Какая самая дорогая хотелка, которую ты себе позволил после того, как начал нормально зарабатывать? Самая большая хотелка. Ну, вот я очень хотел сделать супруге свой подарок. Я купил ей новый автомобиль с автосалона. Это Hyundai Tucson в достойной комплектации. Сказать, наверное, цену надо или что. Из-за этих здесь, да? Здесь внизу вылезет такая плашечка. Вот она тут. 30 тысяч долларов. Когда хорошо жене, тогда хорошо и тебе. Да, да, согласен, да. Вообще, люблю очень делать подарки. Ты часто мотаешься по городам. Это Одесса, Питер, Москва, другие города РФ и Украины. Скажи, пожалуйста, вот расскажи нам самую лютую историю трансфера за последнее время. Какая у тебя была? Ну, кстати, вот в Москве мы были с тобой, в частности. Вот мне запомнилась последняя поездка. Как мы уезжали из Москвы в Санкт-Петербург. Мы с тобой пересели сначала с одной машины, когда были вот эти цыгане или буряты, или кто-то еще. В коем случае никого не хочу обидеть, но это было настолько курьезно. Когда мы приехали в какой-то накраину Москвы, там маршрутки, праворульные, вот эти все бегают. То ли китайцы, то ли цыгане, то ли еще что-то. Как мы от них убегали. Мы вышли попить водички и не вернулись. Да, да, да. Билетов на самолет тогда не было, на поезд тогда не было. Чемпионат мира проходил в России. И вот, и нам пришлось заказать из Москвы в Питер, тадам, такси. Ну вот, да, такой вот интересный курьезный случай. Это интересный опыт. Скажи, пожалуйста, первая вещь, которая тебе приходит на ум, тебе когда-нибудь было за что-то стыдно по-настоящему и стыдно до сих пор? Стыдно. Стыдно. Стыдно, стыдно. Мне было очень стыдно в тот момент, когда я зарабатывал мало денег. Когда моя семья нуждалась вот в этих деньгах. Когда я понимал, что вот у меня сейчас в кармане там 200-300 рублей, через там три дня нужно платить за квартиру 25 тысяч рублей. Вот тогда мне было стыдно. Теперь о чем-нибудь хорошем. На какие годы пришлось становление твоего музыкального вкуса? И в любом случае, я думаю, что ты себя относил к какой-то субкультуре. Что это было? Ой, ну по поводу музыкальных вкусов, на самом деле, они у меня очень разные. Вот, когда мне задают вопрос по поводу моих музыкальных предпочтений, я сразу вспоминаю себя, когда мне было 14-15 лет. Я приехал в Измойл к сестре, с которой мы не виделись лет 7, а может и больше. Она слушала Нирвана, Куртка Бейн, Форевер. А я такой приезжаю, она мне задает вопрос, «Давид, а что ты слушаешь?» Я такой, «Руки вверх!» Вот, и тогда вот, кстати, вот после вот этого общения, она меня присадила вот на такую музыку, и, черт возьми, она мне понравилась. Нирвана, Металлика, Рамштайн. Из русского рока я слушал, там, Арио. Потом, как бы, чуть-чуть вкусы поменялись. Но мне сейчас нравится такое, ближе что-то такое, рок с попсой, рэп с попсой. Ну, вот что-то вот такое вот. Топ-фильмов всех времен и народов от Давида Рязаева. Самые лучшие, которые тебе приходят на ум? Неважно, топ-3, топ-5, топ-10. Сколько вспомнишь? Самые любимые, самые лучшие? Топ-3, топ-5 фильмов. Честно, в последнее время мало смотрю фильмов, потому что... Ну, вот самый любимый, который бы ты вот сейчас пересмотрел. Который бы сейчас пересмотрел. Мне очень понравился фильм «Фокус» с Уилл Смитом. Очень интересный фильм. Вот рекомендую его к прорассмотру. Мне очень понравился фильм там, где со Стивом Джобсом. Вот, когда рассказывали про компанию Apple и так далее. Он вроде бы так и называется Стив Джобс. Вот, это вот такие сразу фильмы, которые могу вспомнить. Мне очень понравился фильм, кстати. Называется то ли «Основатель», то ли еще что-то там про компанию McDonald's. Как сам вот этот вот парень, да, он на тот момент был, когда... Как он создавал все вот это. Тоже очень крутой масштабный фильм. Вот «Основатель» вроде бы называется, да. Вот топ-3 назвал в принципе. Твой сооснователь, твой друг и партнер Павел Куксенко, кажется, рассказал про ментовские войны, а у тебя такие серьезные фильмы. Вот, друзья, вот они, противоположности притягиваются. Вот, да. Вопрос подписчиков. Мы очень долго думали, спрашивают у тебя или нет, но мы все же решились. Потому что вопрос серьезный, отнесись, пожалуйста, серьезно. Дословно. Давид, если бы ты был человек полусосиска, с какой стороны ты бы был человеком, а с какой стороны сосиской? Сверху или снизу? И почему? Это абсолютно реальный вопрос подписчиков. Думаю, что это серьезный вопрос. Ну, давай так. Я очень люблю мясные блюда, особенно сосиски. Я бы был бы сверху. Супер, спасибо. Когда ты последний раз воровал в супермаркете? Когда я последний раз воровал в супермаркете? К сожалению, это было. Блин, мне еще так стыдно. Вот тот момент, когда тебе было еще раз стыдно. Да, наверное, 13-14 год где-то так. Не самые сладкие годы были. Не самые лучшие годы. Ну, это такое, знаешь, было там на уровне банальщины, там, сникерс или там жвачку. Бывает, бывает. Мы не будем называть супермаркет, но мы извиняемся сразу же. Да. На всякий случай. Ты в школе был хулиганом или ботаном? Я в школе был ботаником. С новичкой? Я в школе, да, был ботаником. Не из-за того, что я хотел быть ботаником. Из-за того, что мне мои приемные родители навязывали вот такую культуру. То есть они меня всячески гнобили. Это сейчас эксклюзив, кстати. Да, никто об этом не знает. Ну и мне приходилось быть ботаником. Но потом, когда я закончил школу, приехал в Измайл, и мне моя сестра Елена, спасибо тебе за это. Это та, которая Нирвана, Рамштайн и проще. Да, да, да. Елена, спасибо. Показала все прелести жизни, научила меня пить водку, курить сигареты. Лена, спасибо. И тогда уже пошло. Какая у тебя была кличка в школе? Вот, это классный вопрос. Слушай, у меня была кличка Тимон. Тимон? Да. Помнишь, был вот этот мочек? Тимон и Пумба. Тимон и Пумба, конечно, королев. Да, да, да. У меня был друг, его звали Антон. Он такой был поздоровее, такой повыше. И нас почему-то так окрестили, как Тимон и Пумба. Он был Пумба, а я был Тимон. Вот это эксклюзивчик, друзья. Да, да, да. Твои родители, которые дали тебе спартанское воспитание, которые, в принципе, благодаря которым ты был ботаном в школе. Расскажи о них. О своей семье вообще, в частности. Ну, не буду рассказывать более детально. Вот, я просто скажу так, что когда мне было 6 лет, моя мама погибла в автокатастрофе. Ну, у меня был реальный биологический отец, которого я не знал. И он 7 лет, когда мне было, объявился, забрал меня к себе, так сказать. И я жил в его семье. То есть, он вроде бы для меня не родной. Вот, я жил как бы в его семье. Вот, ну, вот я вот это вот считаю, и это была моя приемная семья. Сейчас мы с моим отцом не общаемся. Вот, как-то так. Кто дал тебе твое основное воспитание, и кто создал того Давида Резаева, который сейчас сидит передо мной, который создал, прошел весь этот тяжелый путь и создал на... Безусловно, в становлении меня как личности, в юношеский период, во многом сыграла моя крестная, моя тетя Света, это вот моя вторая мама. Вот, собственно, вот она и сделала меня такого, как есть. Она мне вот часто, мне ее фраза такая, знаешь, заходила, такая крылатая фраза у нее есть. Дави, держи фасон, знаешь, что, быть на уровне. Чистая одесская фраза, держи фасон. Давид, ложь во благо, либо жестокая правда? Ложь во благо, либо... Или жестокая правда? Я всегда говорю правду, я вот за правду. У тебя довольно-таки часто брали интервью, ты довольно-таки часто рассказываешь о своей работе. Скажи, то, чем бы ты хотел поделиться, но у тебя никогда не спрашивали? То, чем я хотел поделиться? Да. Я люблю свою работу, вот, я готов о своей работе говорить вечно, про наши планы, кем мы будем, вот, и так далее. Люблю вообще рассказывать о планов и подавать это с той точки зрения, как будто бы это вот уже есть. Но для этого у нас будут лайвы и стримы. Друзья, подписывайтесь на наш канал, и мы будем много говорить там о работе. Ты часто материшься? Ну, бывает, да. Любишь такое тяжелое слово, все жесткое. Да, да, да. Мое одно из любимых таких слов, это слово говноед. Вот, оно может быть сказано как в хорошем контексте, так и в плохом. В хорошем контексте слово говноед? Да, там, я могу там сказать, там, привет, мои любимые говноеды. Мило, мило. Человек, которому ты завидуешь? Человек, которому я завидую? Слушай, Даня... Ну, по-хорошему завидуешь. То есть стремишься к нему, то есть не то, чтобы это идол, но вот зависть, вот, я хочу так же. Я хочу тоже, я хочу так же. Я хочу так же. Не буду говорить, потому что таких людей много. Вот, давай я лучше скажу... Собирательный образ, да? Да, да, да. Давай я лучше скажу, кто меня просто вдохновляет. Вот, да, то есть... Давай так. Вот, я думаю, так будет проще. Да, да, да. Так как я человек уже из бизнеса, и меня, естественно, вдохновляют предприниматели, масштабные предприниматели. Мне очень нравится, как ведет бизнес открыто, это Федор Овчинников, основатель Дода Пиццы. Мне очень нравится, как ни странно, Олег Тиньков. Сейчас там объявятся хейтеры в комментариях. Но это не мешает ему быть успешным человеком, в любом случае. Да, мне нравится Олег Тиньков за свою дерзость, за свою дерзость, масштабность. У него, он оказывает очень крутой сервис. Сделать в масштабах РФ, в масштабах 85 регионов, выдача там его продукта на следующий день, это многого стоит. Он чем-то напоминает вот Трампа, в принципе. Трамп по-русски такой, да? Вполне возможно, это будущий президент России. Меня не посадят за это, я надеюсь. Не посадят. Хорошо. Вот. И третий такой человек, наверное, Ричард Брэнсон. Вот. Это тоже масштабный предприниматель. Мне нравится его мышление. Он создает масштабные компании. И он не забывает нести в этот мир экологичность. Да, то есть он много выделяет на благотворительность, в медицину инвестирует, помогает людям, те, которые заболели раком, создает для них лекарства и так далее. Ну вот, как бы вот у всех вот этих трех людей я бы хотел взять что-то по чуть-чуть. Какие бы советы ты дал себе, 20-летнему? Встречаешь ты себя на улице и берешь за плечи, трясешь и говоришь, Давид, вот так-то, так-то и так-то. И вот этого не делай никогда. Да, на самом деле, такое, знаешь, всегда сложно уходить назад и что-то себе советовать. Ну, больше бы сказал, что нужно уделять время бизнес-образованию. Я бы очень хотел выучить английский язык. Хотел бы больше уделять внимание спорту. Ну вот как-то вот так вот. Бизнес-образование, иностранные языки, спорт, ну и добавил бы, наверное, путешествия. 2018 год. Куда вкладывать бабки? В аукционы. В аукционы по банкротству это на самом деле один из самых прибыльных видов инвестирования. Я состою не в одном инвестиционном клубе. Там есть много разных инструментов инвестиций. И вот как раз таки аукционы по банкротству это самый безопасный, самый прибыльный вид инвестирования. Собственно, я поэтому в данном бизнесе и работаю. Теперь последняя наша постоянная рубрика. Мотивация от успешного человека. Вот это камера. Вещай. Мотивация. То есть пару советов. Да что, ребята, делайте бизнес. Делайте бизнес. Начинайте с малого, с первого шага. Будет сложно. Вам будут ставить палки в колеса. Вот. Но сложно всегда на первоначальных этапах. Когда вы данный первоначальный этап пройдете, будет легче. И вы будете чемпионом. И как круто сказать себе, ты чемпион, ты лучший. Берите просто и делайте. Вот. Как-то так. Давид, спасибо тебе большое за крутое интервью. Это было действительно интересно. Круто. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Жмите колокольчик обязательно. И вы увидите на этом канале еще много-много всего интересного. Увидимся. Пока.